Типичная японская зима. На улице ужасный мороз. Это около 5 градусов тепла. Я покинул свой гостеприимный отель у канала. Рядом с апельсиновыми деревьями. И двинулся в сторону центра Исиза Кичу. Сегодня воскресенье, уикенд. Поэтому можно прогуляться. Каждое дерево пронумерованное и пробиркованное. Национальное достояние. Вот здесь номер уже 101. Какое отношение к природе? Бережное и трепетное. Народ еще спит в основном. Только школьники суетны. Хотя те, кто обслуживает, те уже на рабочих местах. Магазинчики, кафешки готовятся к уикенду. По второму дню, скажем так. Вчера уже был разгул стихии. Ну я, как видите, розовенький, трезвенький. Вообще. Бодренький. Для кого уикенд, для кого рабочий день. Много очень вчера было работы, интеллектуальной нагрузки на Кихобаре. Вот сегодня можно отдыхать. Сегодня там делать практически нехрен. Поэтому я гуляю. Что еще делают зимой? Наблюдают за красивыми цветами. Пьют хорошее вино. Заигрывают с девочками, с молодыми. Поскольку уикенд. В общем, продолжаю вживаться в страну. Изучать ее. Исследовать новые райончики города. Ну вот сейчас мне надо выйти на Изадзаки Чо. Это веселенький квартальчик. Квартальчик, как говорится, еще тот. Он исторический такой. Из Адзаки. И там можно, идя по этому Якогамский Арбат, как я ее называю. Расслабляться. Придаваться созерцанию. Ну и вообще. Как бы, как рыба в Одессе себя чувствовать. Вот я уже позавтракал, выпил чашечку чаю черного. Который тут называют КОТЯ. И который, в принципе, тут как бы не самые фанаты чая черного. Тут больше любят КОХИ. Тебешкохи. Либо зеленый чай. Чисто японский. Вот, кстати, шикарная контора по сдаче недвижимости. По аренде Монтлы Мэйнсон. По аренде как сказать квартир. Пользовался ее услугами. Великолепная контора была. Жил, как у Христа, за пазухой. Правда, райончик немножко далекатый был от метро. Ну, зато спокойный, тихий. Веселые соседи, милые соседи просто, которых я практически не видел. Стоянка с велосипедами. В общем, вообще, идеальная остановка для того, чтобы Годзину перевезти Дугмин, прийти в себя отрезки смены. Как бы, вот машинки стоят симпотные. велосипедики. То есть, демократия это вот. Мерседес рядом с мотороллером. Без всяких охран, без всяких понтов. Когда Мерседес рядом с мотороллером ищет, это все уже другие структуры. Бегают охранники охеревшие от этого всего, отгоняющих. Это охлократия. Телефонная будка. За стоян можно достаточно. То есть, это 35 рублей, грубо говоря, позвонить. Достаточно долго общаться. Особенно, если у вас абонент на сотики внутри японском тарифе. Вот уже музыка играет где-то. Зазывают людей. В общем, жизнь продолжается. Крутятся всякие флюгера. Ну, практически ранее апташка. Учитывая разницу во времени, мой, так сказать, темперамент контива. я, так сказать, нетипичный японский турист. И отсутствие природной лени. Вот двигаемся. Вот можно оценить, насколько все красиво. из Изазаки Чо. Юрий из Японии. Если вам интересно, оставайтесь на этом канале.